Психоанализ, часть психоанализа, нет, психоанализ больше предполагает, что так, ага, вот ты такой человек, ага, значит, ты сангвеник, ты такой вот, нет, я этого вообще, это вот развешивание ярлыков, это вообще никак, я не рассматриваю. Я делаю в виду, что ты анализируешь. Анализируешь 100% и всегда. Да, вот это раз, потом, что еще, как еще, что еще ты используешь, какие техники в терапии, если используешь, потому что, возможно, анализа достаточно, я просто никогда не была у тебя на приеме, поэтому это такое любопытство. Значит, опять говорю, что вот сейчас техника вообще изменилась, то есть все мои, например, была такая техника, ну, вообще можно, очень простая техника, ты сидишь на одном стуле, хочешь почувствовать себя здоровым, пересядь на другой стул и представь себе, что ты там здоровый. Вот такая вот техника, она такая игровая, такая театральная, моделирование. Ну, это арт-терапия, собственно. Арт-терапия, у меня даже есть книжка моя про жирафа, вот я первой тебе, вот я тебе ее закину, и ты там сделаешь, то есть я написала книжку, она, в общем-то, автобиографическая, хотя и про жирафа, но мы все жирафы. Я там сделала серию вопросов, на которые ты можешь ответить, вот я сейчас это обмениваю просто бесплатно на там этот продвигательный мой там вопрос, так и все. Вот, и вот там есть серия вопросов, по которым ты можешь рассказать себе собственную историю только в виде сказки. Это тоже может быть, но до этого даже не доходит, когда это уже там для вебинаров, да, для того, чтобы человек сам себя проговаривал. И сейчас я сделала такой метод, чтобы человек познакомился со своей аллергией, поскольку это будет вебинар про аллергию. И вот я написала... Расскажи, когда, как долго, где... Расскажи условия. Где-то там через две недели, то есть... Даты еще нет пока? Нет, еще даты, мы даже еще, еще даже не запустили рекламу. Вот мы пока что выстраиваем там серию статей, я рассказываю, я должна написать сегодня про свою собственную аллергию, да. Вот, и мне пришлось идти вспоминать, а как же я все-таки вылечилась, да. А ты вылечилась полностью? У тебя нет сезонных возвращений? Нет, нет, у меня... У меня вот эта сенная лихорадка, она у меня вообще ушла именно в какой-то момент юности. И обычно так и говорят, типа, перерос. А что значит перерос? Человек, мозги поменялись. Конечно. Какие-то принялись, какие-то правильные решения. Вот. Но потом началась там, вот, розоцея, например, она у меня долго возвращалась, да. Потом и здесь она оказалась... То есть у меня есть такие жуткие фотографии, там, где все... Ну, мы путешествуем рядом, мама, но у меня лицо прям как светофор. Вот. И у меня есть большая красивая фотография, там, где с дочкой, и я как светофор... Мой бойфронт рядом, а я как светофор стою, да. И у меня на лице, ну, совсем грустно. То есть мы путешествуем, радуемся, посекой, а мне грустно. Вот. И это вот воздействие мамы. Вот. Поэтому я поняла. Я даже не знала, что мама так влияет на мою вот эту вот розоцельку. Подсознательно. Подсознательно, да. То есть мамы нам все транслируют. Поэтому, да, это очень интересно. Это исследовательская... То есть будет вебинар по аллергии отличный. И как попасть на него? Это будет онлайн? Это будет... Конечно, да. Это вебинар, да. Это будет вебинар. Это будет закрытый линк на твоем ютубе. Как он будет предоставлен? Честно, все эти работы... Я не знаю, потому что, к счастью, к счастью, всей этой работой занимается продвиженец. Я просто отдала эти деньги. Потому что, когда мы начали, она меня говорит, делай вот это, делай вот это. А я хочу работать с клиентами. Я не хочу этим заниматься. И я вот... Вот это вот мое сопротивление. Я просто расплакалась. Говорю, я не хочу. Сколько это стоит? Она говорит, хорошо, это стоит вот столько. Там небольшая как раз разница. И вдруг я понимаю, что мне всю вот эту вот работу... Я ее могу делать. Это презентации, всякие исследования. Но я не хочу этого делать. Да. Все. И все. И я говорю, слушай, а почему ты мне просто не сказала, что вот это вот можно просто за это заплатить и получить это? Вот. Мне это легче. И вот у меня сразу пошло. Ты хочешь, чтобы я тебе написала? Но я это селф-стартер я все-таки. Оказалось, что я настолько вовлечена, что мне не нужно писать контент-план. Мне не нужно говорить там, Ирина, ты это... Я сама уже хочу, и я хочу не сам вебинар, я хочу просто оформить всю эту историю в серию видео, в серию своих принтовых этих историй и в серию новых продуктов, которые вот сейчас тут про аллергию, то, что я тебе сказала. Я даже не знаю еще, как он называется, но в общем-то это исследование собственной аллергии. Ну, возможно, когда зальется это видео, ты на свой канал, я на свой канал, наше интервью, возможно, у тебя уже примерная схема будет, и ты сможешь оставить линки в инфобоксе. А линки все равно будут, потому что мне просто нужны эти самые ксивы, мне нужно просто их, там, кто-то такой заполнить, этот самый форму. Да, я хочу на вебинар, вот прямо вот сейчас, вот из-за твоих слов, я, наверное, сделаю форму, хочу на вебинар. Отлично. А у тебя есть свой веб-сайт? Как с тобой вообще можно связаться? Наверное, нужно все оставить, все опять-таки, всю информацию в инфобоксе. Да, мне, конечно, комфортнее всего, поскольку я не люблю смотреть в email, мне, конечно, вы меня увидели на YouTube, я туда захожу и я вижу. Вот я увидела, увидела тебя, да, у нас начался разговор. Вот это вот я вижу, может быть, не сразу. Я везде оставляю свои, позвоните мне, потому что смотреть в Facebook, в бизнес-страницу, когда я туда пишу, я туда не всегда заглядываю, если честно. Вот если я каждый день не пишу статьи, раньше я писала каждый день, если я не пишу, я могу не увидеть. Если вы не на Facebook, я могу вас не увидеть. Если вы меня увидели на YouTube, у меня везде есть мои, вот напишите мне текст, телефоны есть у всех, вот напишите мне. Я стараюсь ограничивать себя только Америкой и Канадой, потому что у меня есть москвичи, но вот эта вот дилемма с этим, у меня утро, у них вечер. Да, да, это очень удобно. Да, у меня и здесь много, здесь все вот мои клиенты, это русскоговорящие иммигранты, которые встречаются с очень похожими проблемами, с которыми я прошлась. То есть я бизнес-менторинг делаю, я оздоровление и я отношения делаю. Ну, оно всегда все связано. Поэтому мне вот здесь вот так вот достаточно. Вот и все, сейчас я все пишу на русский, да, веб-сайт есть, он всегда присутствует, если я аккуратно оформляю свое видео, там все есть. Ну, отлично. Спасибо тебе большое, Ира. Было очень интересно, я признательна, что ты помогаешь людям, благодаря своим знаниям и благодаря своей собственной истории, потому что ты себя вылечила от таких, ну, неприятных, я даже не знаю, это не болезни, наверное. Любимых теперь болезней, потому что неприятности. Ты поняла, чему они тебя научили, ты приняла этот урок с благодарностью, и ты отпустила эти неприятные аллергии и эрозеи. И совершенно эрозеи, да, жуткие вещи. Да, да. Ты делишься опытом, помогаешь другим, и это вообще достойно уважения, у тебя такие знания, на протяжении многих лет ты их копила, теперь действительно ты можешь... Я выдавала всегда, я их выдавала, просто последнее время мне легче, потому что, когда я обучилась уже психологии, там создались инструменты, с которыми можно легко помогать. Вот. Но я еще тут хочу сказать, чтобы все-таки вот посыл такой, да, ставить людям, чтобы действительно вот мое отношение к моим совершенно жутким болезням. Я от них сейчас не убегаю. То есть вас обязательно нагонит то, от чего вы убегаете. Я благодарна болезням, потому что они помогли моему собственному становлению. Я не видела, где я забыла себя, где мои таланты не раскрыты. И вот я начинала раскрывать, я стала фактически мастером своих талантов, и этому нет предела. То есть мы развиваемся, можем развиваться бесконечно. И обычно вот человеку нужно понять вот этот смысл, да, что мы знаем только вот такую вот вещь из того, что все мы знаем. Вот эти вот какие-то 2% мозга используем, да, мы вообще используем 2% или еще меньше всего, чем мы обладаем. И поэтому людей обычно, людей может пугать, почему выздоровление, людей пугает, потому что они все время пытаются выздороветь. И они вот этот вот паттерн выздоравливающего человека, и вот он выздоровел, а кто он теперь? Он же больной человек все время, выздоравливающий человек. Вот это вот стеклянный потолок такой олимпийский. Мы себе его искусственно выстраиваем. То есть у вас появляется выбор, хотите дальше, выстраивайте вот этот потолок и живите вот так, как это блоха, которую закрыли... Ну а ты помогаешь его преодолеть. Да, потолка вообще нет. Да. Спасибо тебе большое, Ира. Я очень рада была на эту тему пообщаться. У меня, возможно, я буду твоим клиентом в будущем. До новых встреч, я думаю. Я думаю, может, это не наше последнее интервью. Нет, нет, что ты. Следующий, наверное, про тикток. Я обожаю твои тиктоки. Спасибо большое за это интервью. В общем, твои тиктоки вообще... Я просто смотрю их просто как мультики, потому что это такой густ энергии. Мне очень понравилось. Я уже давно за тобой слежу, поэтому спасибо большое. Очень рада была. Спасибо. Спасибо.